Как скажется всемирный карантин на рождаемости, чем отличаются роды в период пандемии и как изменилась работа перинатальных центров? Обо всем этом мы поговорим сегодня. Здравствуйте, в прямом эфире телеканал ЖТСУ, программа «Сегодня» и у нас в гостях директор областного перинатального центра Жумашев Канат Калиханович. Здравствуйте. Добрый вечер. И прежде чем мы начнем, хотелось бы напомнить уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задавать по номеру телефона 40 0109, код города Талдыкурган 8 7282. Также вы можете присылать свои сообщения на WhatsApp, номер телефона вы видите на своих экранах, пишите, звоните, мы обязательно ответим на ваши вопросы. И начать нам бы хотелось с того, что именно изменилось в работе родильных домов. В прежнем ли режиме сегодня работает областной перинатальный центр? Ну, основное изменение, конечно, как во всех мисследовательных организациях, у нас соблюдение карантина во время такой эпид-обстановки. Это прежде всего. Само по себе, это угроза для беременных женщин, коронавирус представляет очень большую опасность, как для матери, так и для ребенка. Но с учетом того, что работает наш комитет контроля услуг, хорошо работает при помощи обуздрава, мы создали все условия, чтобы женщин наши как-то изолировать от контакта и распространения данного заболевания. То есть это создали дистанционные консультации, консультации в женской консультации. Мы работаем в режиме тоже карантина, принимаем и обследуем полностью, 100% женщин обследуем на коронавирус, независимо у нее клиника есть или нет, 100% и при выявлении изолируем. Если она выявлена в условиях женской консультации, то этой женщине уже поступает в провизорное отделение, которое были развернуты, это областная больница клиническая и многопрофильная. То есть женщины, которые уже имели положенный результат или была клиника температуры, явление пневмонии, они попадали не к нам, а попадали в провизорное отделение или же инфекционное отделение. Но роды, или там если наступали роды, мы выезжали туда, даже не только роды, даже операции несколько проводили там в условиях их, так как и женщины были уже положительный результат ПЦР. То есть можно сказать, что у нас работала или работает до сих пор такая выездная бригада, да? Да, выездная бригада, которая согласно утвержденного обздравом, которая выезжает на эти консультации, операции, роды, от начала родов до конца, находится рядом. После того, как уже женщина рожает, кризис миновал, мы уже женщины в дальнейшем наблюдение по основному заболеванию уже ведет в той больнице, где она находится. Вот вы сказали, что у нас женские консультации перешли на удаленную работу, да? Они проводили консультации по телефону. Насколько это сказалось на вашей работе, на работе акушеров врачей? Сложнее ли стало принимать роды? Ну, в акушерстве работать по телефону нам немножко представляет небольшие трудности, потому что в акушерстве основное наблюдение это визуальное, это руками, глазами посмотреть, руками послушать, ушами послушать. То есть вот это там, а при дистанционном, многие женщины по телефону говорят, что хорошо, но к нам уже поступают с выраженным отеками или с отхождением, вот, или же повышением давления, немножко нам вот это неудобство. А если бы были они уже на приеме, то врач акушер-гинеколог, акушер, который ведет, она бы визуально видела и по необходимости направляла. Ну, поэтому немножко более осложненные поступали во время пандемии чуть больше. Я имею в виду по отношению такое давление или там отеков. В принципе, таких особых разногласий или там каких-то осложнений в период пандемии, при работе и дальней дистанционной мы особо не чувствовали. Ну, хотя, конечно, свои сложности были. Вот мы знаем, что во время карантина были закрыты в Казахстане некоторые родильные дома, перенотальные центры. Как у нас в Алматинской области обстояли дела? Да, во время карантина, когда выявляли случаи коронавируса, положительные результаты закрывались, мы сами, областной перенотальный центр, были тоже закрыты с 19 по 25, когда у нас выявилось одновременно 4 случая. То есть это были бессимптомные. Женщины поступали без никаких жалоб, без никаких клиник. Но так как мы берем 100% поступающих ПЦР, через сутки, когда пришли анализы, то получилось 4 положительных. Поэтому, согласно комитетам контроля, нас закрыли на помывку. В этот период работали районы, основной Куксульский район нам помогал. Через 4 дня мы открылись, так как уже положительный результат выявился в Куксу. Поэтому мы 24-го, 6-го вечера уже повторно открылись после помывки. Полностью мы в период карантина выписали всех больных, которые находились до этого. То есть мы уже начали работать чисто с новыми пациентами, которые пришли по новой. Поэтому мы создали как бы разрыв. То есть не было контакта, которые лежали, и контакты, которые поступили вновь. Если коснуться районных отделений, закрывались ли у нас родильные дома? Район только на нашем, в Алматинской области, на нашем северном регионе, только на неделю закрывался Куксульский роддом. Остальные работали по мере, по своей необходимости. Потому что в каждом районе также создано провизорное отделение, которое клиника или положительное находились в провизорном отделении. И акушер-гинекологи работали, консультировали, смотрели, наблюдали уже в провизорных отделениях, а не в роддомах. Поэтому у них закрытия как таковы особо и не было. Скажите, пожалуйста, насколько вашего персонала коснулось пандемии? Ну, насчет пандемии, конечно, в эту работу мы работаем большой нагрузкой, потому что мы создали бригады. Это как бы создали три бригады, которые работают сутками и между собой не контачат. Бригада, которая от дежурного уходит через одну определенную дверь, через зону. А бригада, которая заступает, то есть между нашими сотрудниками нету контакта. Сдача дежурства, прием дежурства происходит в онлайн-режиме или же по сотовой связи, или же мы пишем, создали чат, который регулируем. Основные там консультации, которые необходимости, конечно, проводим, делаем обходы, но уже в костюмах СИЗ, то есть защищенных костюмах. Хотя мы не считаем, не думаем, нет таких, которые действительно заражены, но в целях безопасности, а без себя, своих сотрудников, все равно мы полностью, 100% работаем в костюмах. То есть защищенные. Существует ли сейчас у вас нехватка специалистов? Может быть, это как-то связано с коронавирусом или вообще в целом, в нашем тринатальном центре? Специалистов хватает? Специалистов, конечно, у нас, как всегда, везде, это уже такой у нас больной вопрос, это нехватка специалистов. Но период с пандемией, такого, чтобы полностью какой-то процент медработников заболел, по ОПЦУ у нас такого не было. Мы работали обыкновенно на режиме по бригаде. Таких вот потерь за счет того, что были контакты или были полученные результаты, было очень мало. И поэтому мы, ну, сейчас все равно уже период отпуска, народ, это самое, тоже хочет отпуск, сейчас просто нагрузка идет не за счет того, что они находятся на больничном или на этом, а за счет того, что отпускной период. Но все равно работа есть работа, количество родов не уменьшается, мы его регулировать, уменьшать не можем, поэтому работаем в штатном режиме, никаких там отклонений или там за счет этого у нас не наблюдается. Принято, что при угрозе выкидыша женщину ложат на сохранение. Сейчас существует такая практика. На сохранение ложат женщин. Или сейчас во время пандемии как-то стараются обходиться больше в домашнем? Сейчас в период пандемии мы, когда приходят, стараемся вложить только те, которые нуждаются в стационарном лечении, особенно вот угрозы. Угрозы в основном те, которые действительно, это самое, нужно тщательно наблюдение, которое необходимо в стационаре. А те, которые ложными схватками поступают, которые могут находиться дома, мы даем рекомендации, созваниваемся в женской консультации, корригируем месте лечения и ведем до ней наблюдение на дому. Но при необходимости, если бывает, то скорая уже у нас полностью была отработана. Если там женщина с температурой, они уже автоматически ее везут в провизное отделение, а не к нам. Но по пути, пока они доезжают, мы консультации сразу же одновременно, по доставке этих женщин в другие защитные организации, мы уже консультантов посылаем туда. Хоть угроза, хоть что-то другое, и происходит такая консультация. Но все равно сейчас госпитализация плановая, почти у нас отсутствует, в основном экстренная. Для того, чтобы не создавать скучности среди беременных, среди пациентов. И поэтому мы только работаем экстренной службой. Канат Кальханович, вот одно время в социальных сетях ходила такая информация о том, что в роддом не принимают без теста на ковид. Как у нас? Нужно роженицы иметь при себе тест или тест сделают уже при поступлении? Нет. Вот именно для родильных отделений проведение тестов ПЦРов особо такую проблему не создавали. Мы брали сколько, сколько надо. Экспресс-методы мы брали меньше, но ПЦР мы проводили 100%. Но у нас иногда была загрузка в результатах, потому что была очень большая нагрузка на лаборатории. Лаборатории работали большой нагрузкой. В день по несколько сотен делали, поэтому немножко задерживались результаты. Но проблема таких особых, чтобы не смогли сделать, или там сделали этот, тем более, если бы выходил положительный зад, они отдавали сразу в первую очередь, которую за счет централизации уже знали и только мы, и все организации, которые в этом необходимы. Тем более у нас еще есть лаборатория Олимп, которая нам тоже очень помогала. Основно мы проверяли в Олимпе своих сотрудников. Они нам выделили определенное количество бесплатных анализов, и мы этим анализом пользовались именно для сотрудников, которые были на консультации, которые могли контактировать, или в контакте были с больными. Поэтому мы их перепроверяли, своих сотрудников, чтобы у нас среди сотрудников не выявилось таких больших количеств инфицированных. Но, слава богу, среди сотрудников у нас практически минимальное количество, и то не во время работы, а в основном контакты были по другим причинам. Ну, то есть женщина, которая собирается рожать, ей не обязательно иметь при себе тест. Тест сделают на месте уже. Да, обязательно. Хотя, конечно, по положению должно быть до 37 недель, они уже все должны быть обследованы амбулаторно на ПЦР. Но иногда у нас получается... То есть это было бы просто благоприятнее, да, лучше, если бы были тесты на рожде. По нашей области таких сильных, тяжелых форм заболевших, в принципе, конечно, как везде по Казахстану, основной выходит ПЦР, сейчас, который считается неинфицированным, было очень мало. Таких осложненных форм, я имею в виду. Но другая форма, которая сейчас пневмония. Это уже, хотя сейчас его приравнивают как коронавирусной инфекцией, но до этого она считалась как бы отдельной. Это пневмония была другой формы. А хотя тоже среди женщин у нас тоже такие случаи были, которые в тяжелой форме, которые перенесли к пневмонию, которые были на аппарате. Прямо во время родов? Да, во время пандемии. Но сейчас уже все эти женщины вроде бы стабилизировались. Если судить по области, сейчас у нас таких тяжелых женщин, такие тяжелые формы пневмонии, в данный момент в области единичные. Но положительной динамикой лечения. Какие действия предпринимают медики, если вдруг поступает роженица с положительным тестом на COVID-19? Положительным тестом, если выявляется, то они к нам не поступают. Они сразу поступают в изоляцию. Но наблюдение беременности ведем мы. То есть наша бригада, которая выезжает. Если роды, принимаем роды. Если консультацию, то консультируем. До полного излечения. А если в стационаре происходят схватки, начинают рожать, то мы роды принимаем там, у них. И они дальнейшее лечение, наблюдение получают у них, но под нашим контролем, с нашей стороны. Ребенка мы забираем к себе. Она тоже находится в изоляционной палате. У нашей мы сделали специальную палату изоляции для таких детей. Тоже обследуется на коронавирус. В основном чаще всего бывает отрицательный результат. У детей, которые родились. От женщин, которые были положены в результат у мамы. Вот насчет того, насколько тяжело переносят беременные коронавирусы, новорожденные. Как-то есть какая-то статистика? Больше, легче, тяжелее переносят беременные? Ну, серьезная, конечно, эта болезнь сама по себе серьезная очень для всех. Потому что она непредсказуемая. Она меняет свои формы. У каждого человека выявляется по-разному. Основное, чего мы боимся, это боимся, когда затрагивается дыхательная система, которая приводит к пневмонии. Это уже очень сложно. Тем более беременная женщина сама по себе за счет беременности объем увеличен. Нагрузка большая, иммунитет низкий. Поэтому она более привержена к этому инфекции. Но все равно защитные свойства организма и своевременная госпитализация и лечение, конечно, дают свои положительные результаты. Это основное. Поэтому для женщин у нас по области, по решению облздрава, по приказу, по решению комитета контроля, они всегда приоритет. Все, что необходимо для женщин, для них это в первую очередь, особенно, конечно, для беременных и детей до года. А можно сказать или порекомендовать, какие препараты вообще выписывают беременным? Все-таки это особая категория. Их, может быть, нельзя лечить теми же лекарствами, что и все? Нет, все препараты, которые мы применяем, как беременным, так и не беременным, почти одно и то же. Инфекция у всех одинаковая, поэтому таких особых ограничений нет. Но по мере возможности стараемся давать минимальным количеством, потому что она будет кормить, у нее в интертробный еще ребенок есть. Поэтому стараемся давать минимальным подконтролем. Поэтому эффекты лечения иногда бывают, чаще, в основном, бывают положительные. Спасибо большое. Сейчас хочу напомнить уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Номера наших телефонов вы видите на своих экранах. Звоните, пишите, мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Мы продолжаем. И хотелось бы узнать о том, что вот сейчас запрещены у нас в роддоме партнерские роды. Когда это возможно будет поучаствовать, помочь где-то? Когда партнерские роды вновь будут разрешены? Ну, партнерские роды, как только закончится карантин, конечно, мы бы сами с удовольствием этого быстрее возновили, потому что это очень такая, это очень чистая помощь как медикам, так и роженицам всем. Но в связи с тем, что карантином, как только будет приказ отмена, и можно будет доступность и посещаемость, мы с удовольствием возновим партнерские роды. Но время, когда, и когда снимут этот приказ, конечно, я не могу сказать. Но надеемся, что в скором времени, все равно сейчас, в данный момент, уже какая-то тенденция снижения уже есть. И надеемся, что это идет уже критический период, я думаю, миновал. Теперь же, ну, лишь бы само население наше соблюдало дальнейшие меры предосторожности, ходить в масках, соблюдение дистанции, не создавать скучность. Вот это, если будет соблюдаться, я думаю, мы эту болезнь все равно осилим. А если не будем соблюдать, мы можем опять все возновить. Ну, хотя сейчас, конечно, сейчас строго уже наблюдает, контролирует, штрафует за нахождение без масок, за счет скучности. Это все дало свои положительные результаты, поэтому, может быть, из-за этого у нас идет снижение данного заболевания. Вообще, как вы относитесь к партнерским родам? Рекомендовали бы вы им? Я, например, отношусь к ним очень положительно. Я рад, что создали такое. Это большая помощь, прежде всего, пациентке, роженце. Когда рядом мама или доверяет человек, который доверяется, ей намного легче психологически. И поэтому, а нам это тоже большая помощь. Мы тоже чувствуем себя спокойнее, когда женщина спокойная. Поэтому, если женщина пришла рожать, видит нас в масках, халатах, немножко у нее психологически другое отношение. А когда сидит рядом знакомый, уважаемый, любящий человек в виде мамы или в виде мужа, или в виде сестры, конечно, она чувствует себя спокойно. Я только за партнерские роды. Кроме партнерских родов, у нас еще запрещены посещения. Что еще пришлось запретить в период пандемии? От чего пришлось отказаться? Сейчас полностью посещение прекращено. И сейчас, тем более, когда еще основное, которое мы сейчас делаем, это один из предосторожностей при пандемии. Все приемы и передачи, которые мы принимаем извне, продукты питания, какие-то передачи для детей, мы полностью производим обработки. Они должны быть специально в салфановых пакетах, завернутые. Они принимают их в передачи. Обязательно человек, который принес, обрабатывается, а потом уже ведут палату. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите. Не болейте, сейчас за вирусом. Какой вирус будет? Это, ну что, жаловность, по-какому, что-то, да? Спасибо. Я прошу прощения, вас плохо слышно. Повторите еще раз вопрос, пожалуйста. Нет, я могу присутствовать родственникам, которые обратно идут, да, без Кесаро, естественно. Приводите меня, не вижу. Я сразу выскажу все, если у меня не хотелось. Я буду с ней... Я приношу свои извинения, но связь действительно плохая. Я могу присутствовать на родах, а дальше что-то не слышу. Ну, если это касается присутствия на родах, то мы, в принципе, сейчас обсудили, когда закончится. Нет, если вы сейчас в период карантина, независимо, Кесаро или роды, партнерские роды запрещены. Не только партнерские роды, даже посещение больниц, вы сами знаете, сейчас запрещены. Сейчас ворота во многих больницах закрыты. Даже сейчас на территорию не запускают, не говоря уже, чтобы заходить внутрь, тем более пациентам. Будет... закроется карантин, снимут карантин. Пожалуйста, без проблем. Партнерские роды дальше будут продолжаться. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, насколько изменились условия пребывания в роддоме? Какие средства защиты должна иметь при себе роженица? То есть маска, естественно, что-то еще должно быть? Сейчас период пребывания, конечно, в связи с карантином мы стараемся укоротить на минимум, как можно меньше. Но все равно, соблюдая нормативы, мы стараемся все равно воздерживаться. Есть такие манипуляции наши, которые должны определенное количество времени пройти. Но в любом случае, конечно, что-то не создавать скучность, по мере необходимости максимум 2-3 дня, и мы стараемся, нормально, если роды были, отпускать домой. Что должны, какие процедуры за эти 3 дня? Должны какие-то прививки пройти, какое-то обследование? Что именно женщины? Нет, в этом отношении все остается на тех же уровнях. Но если есть какие-то сопутствующие заболевания, мы передаем на участки или в районы, что ваши женщины, если были какие-то осложнения во время родов, там, послеоперационные, чтобы они были тщательно на наблюдение, потому что у них тоже же сейчас на прием они не ходят, у них тоже только патронажная служба. Поэтому всех женщин, которые мы выписываем, независимо, коронавирус был, не был, мы всех передаем. Здесь такой вопрос от телезрителей. Правда ли, что лучше приезжать в роддом на скорой помощи, тогда примут быстрее, чем на своей машине? Так ли это? Что приезжать? Приезжать в роддом на скорой помощи лучше, чем на своей машине. Правда ли? Конечно, по идее, любой пациент, который поступает к нам, должна приезжать на скорой помощи. В данный момент период карантина. Потому что там скорая помощь уже, если есть какая-то клиника коронавируса, я имею в виду явление УРВИ, там температура, кашель, насморк, они уже ее везут не к нам, они ее везут в другое провизорное отделение. Мы уже консультируем там. Они это знают. Мы не хотим, чтобы одна женщина, которая поступает в температуру, могла бы заразить тех, которые лежат, или тех, которые будут поступать в роддом. Поэтому лучше поступать в роддом, в скорой помощи, хотя бы для того, чтобы определиться, какой стационар она должна получать лечение. С этой целью. Я имею в виду это период карантина. Так, у нас есть еще вопрос от телезрителей. Как происходит выписка рожениц в условиях пандемии? Выписка рожениц в условиях пандемии. Как-то поменялась у нас? Раньше прям семьями приезжали. Сейчас как происходит выписка? Сейчас, конечно, поменялось. Сейчас на выпуск приезжает очень мало народу. Мы сейчас на территорию не запускаем ни одну машину, пропускаем определенное количество. Хотя, конечно, народ сейчас у нас многие не соблюдают. Хотя, но все равно ограничения, какие-то основные ограничения считаются то, уменьшить количество приезжающих за выпиской женщин. Это максимум, мы стараемся, чтобы было 3-4 человека. Но не так, как раньше было. Там целые автобусами приезжали, на лимузинах приезжали. Сейчас эта, конечно, тенденция намного уменьшилась. И тем более сейчас во двор никто не заезжает. Все выписанные беременные только потихонечку выходят. И 2-3 человека, которые забирают. С целью уменьшения контакта. Независимо, болеет, не болеет. И обязательно же, конечно, масочный режим. Без маски стараемся их предупреждать, говорить, пугать, если надо будет, чтобы без маски на выпуск не приезжали. Как взрослые, так и дети. Расскажите, пожалуйста, а увеличилась ли у нас рождаемость? Вот в этом году, с начала года или, может быть, даже за лето. Какова у нас статистика? Ну, в связи с пандемией, конечно, рождаемость, я бы не сказал, что у нас снизилась. Наоборот, у нас за 7 месяцев этого года на незначительное количество, где-то чуть больше 100, родов стало больше. Если у нас в 2019 году за 8 месяцев было 7782 детей, родилось у нас, то в этом году у нас 3896. То есть количество родов немножко поднялось. Но это, конечно, это и хорошо. Это как-то у нас радует, что все равно рождаемость у нас растет. И, как всегда, количество рождения мальчиков у нас все равно превышает количество родов девочки. В этом году, как у нас в прошлом году, была у нас одна тройня, три девочки. В прошлом году у нас было тройня, три мальчика. И, конечно, сейчас имеется тенденция увеличения двойни. В этом году уже за 8 месяцев у нас родилось 50 двойни. Вот двойня, тройня – это все-таки особый случай, да? Дохаживает ли женщина до положенного срока? Да, сейчас двойная тенденция у нас увеличения есть. Это, может быть, с одной стороны, сейчас у нас многие, немногие, я скажу, какой-то процент женщин, которые делают эко. А эко, которые идут, это которые, они чисто обдуманно, желанно. И поэтому многие, кто эко делает, стараются не одного, а родить двоих. Тем более, чаще всего эко бывает равнополые, мальчики, девочки, что им, конечно, это очень даже превратно и очень даже хорошо. Поэтому количество сейчас многоплодных беременностей, есть тенденция увеличения. И наша программа подходит к концу, поэтому в завершении, может быть, хотели что-то порекомендовать или пожелать нашим женщинам, будущим мамам? Я хотел бы порекомендовать уважаемые наши беременные, уважаемые, которые планируют беременность, прежде всего следить за своим здоровьем. В любом случае, хотим мы не хотим, а здоровые дети рождаются только у здоровых матерей. И если есть какие-то у вас проблемы со здоровьем, надо этот вопрос решить до беременности, а потом уже планировать беременность. А в остальном, конечно, что от нас зависит, мы будем рады вас принимать у вас роды, рады вам давать радость вам. И с вашей стороны мы бы тоже хотели чувствовать радость к нам, уважение к нам, к нашей работе. И тем более сейчас в период вот этой пандемии быть более осмотрительной, соблюдать все эпид-мероприятия. Это ради вас, ради ваших детей и ради вас, которые окружают данные ситуации. Будьте все здоровы, не болейте, приходите к нам только народы. Мы будем рады этому. Большое спасибо. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях был Канат Калиханович Жумашев. Благодарю вас за беседу. До свидания. Берегите себя и своих близких. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин